Так, я нажимаю кнопку record. Все, погнали. Я тогда буду там уже показывать слайды. Рекорд. Все пошло. Все, поехали. В общем, всем официально привет. Меня зовут Александр Гончар. Уже не первый раз на это Science Way, но первый раз онлайн. И, в принципе, всегда обычно стараюсь показать, что-то такое интересное. Раньше поговорили про нестандартную регуляризацию в виде status learning. Какие-то нестандартные, например, как использовать генеративное моделирование, как современное моделирование. В целом, это было про алгоритмы, про какие-то регуляризации и так далее. Сегодня хочу поговорить про данные и про нестандартные данные. Особенно, я думаю, это будет актуальность сегодня, потому что мы там живем в мире большей неопределенности. Вот эта неопределенность случилась, и, понятное дело, никто-то предсказать не мог. Никакое-то машинное обучение, ничего этого не предсказало. Но вопрос, как действовать в условиях неопределенности, остается открытым. И применять какое-то моделирование, вообще какие-то использовать data-driven инструменты для того, как действовать в условиях неопределенности, все равно нужно будет. И там, если бегать чуть-чуть наперед, главное цель этого воркшопа показать вам, что навыки машинного обучения, которые там проводятся в университетах, курсерах, в приватных курсах, книжках и так далее, они работают только в условиях полной определенности. Когда котик на картинке, это всегда котик. Когда слово «мама» — это, в принципе, практически всегда слово «мама», да, зависит от контекста, может быть, мама — материнская карта или мама, там, или схема техники, но в целом по контексту всегда понятно, что такое мама и что такое котик на картинке. А вот в мире неопределенности любая перемена, любое значение — это всегда непонятно, что это. Поэтому об этом сегодня не просто поговорим, а запустим код, потрогаем и надеюсь, что вам это откроет такой вот, называется, «дип флэп». То есть это такое то, что на поверхности никогда не видно, но если копнуть, то открывается совершенно новый слой вообще всего, что происходит в машинном обучении. Поэтому сегодня я буду об этом поручиться. Пару слов обо мне. Я думаю, меня можно описать там тремя словами. Я практик, в первую очередь, то есть я уже там 7 лет занимаюсь именно как разработкой, исследованиями, то есть я там практически каждый день пишу код, связанный с машинным обучением. Во-вторых, я предприниматель, я уже не зарабатываю над писанием кода, то есть я там больше зарабатываю на планировании, организации и продаже разных решений, вот я еще строю контактинговую компанию. И в-третьих, я вот эдюкейтер. Мне очень нравится там рассказывать, что-то показывать, делиться инсайтами. Я там пишу блоги, пишу воркшопы, иногда приглашаю в университеты. Это, в принципе, вот это там три ипостаси, в которых я там нахожусь прямо сейчас. Вот я задавал вопрос, что про вас. Я сейчас снова вернусь в чатик, чтобы почитать. И да, собственно, я хотел бы еще буквально 1-2-3 ответа, просто чтобы понимать аудиторию. То есть я вот вижу, что разработчик, который уже пробовал бы читать нейронку торговать, студент компьютер-сайенс третьего курса, изучающий MLDL, потому что, в принципе, воркшоп очень гибкий, и я там буду его двигать в ту сторону, чтобы было там большинству людей интересно. Поэтому если еще будет пара ответов, было бы хорошо. Вот, торговал на форесе с помощью нейроны сетей, супер. А какой бэкграунд? Бэкграунд инженерный, финансовый, не знаю, экономика. Дата инженер, Big Data Developer, супер. А какие цели? То есть вот бэкграунд понял, а вот зачем воркшоп по финансово прогнозируем? То есть, опять же, это практическая, это работа, это хобби, это просто текаво, и так далее. PHD плавит, мать, вообще супер. Давайте еще там пару ответов и пойдем дальше. NLP, за что-то очень понравилось ваше предыдущее выступление. Спасибо, надеюсь, что это тоже понравилось. День примат, изучай MLDL, раз тех анализ, и на текущем вы можете продолжить MLDL, а вот RATRAP C++, ну, RATRAP C++, MLDL финансовый, супер, горячая комбинация. Учитывая тасси, с образованием математики и финансового программистом, тоже супер, будет полезно, однозначно. Так, все, жду еще один ответ и побегу дальше, чтобы времени не терять. Ваше криптое, зачем оно здесь, просто текаво, добро. Можно понять, чем это и с чем его едят. Окей, супер. В принципе, я понял, я думаю, что я при подготовке, скорее всего, попал в аудиторию. Да, добавлю там, опять же, пару слов обо мне еще. Я там не просто так финансами занимаюсь уже три года. Я начинал как исследователь в университете, публиковал пейперы, потом пробовал пейперы, скажем так, реализовать в реальных торговых продуктах, у меня сначала ничего не получалось. И только, наверное, год назад я научился строить что-то, что работает в продуктах и для моих и наших клиентов в компании. Поэтому у меня есть понимание какое-то, как строить то, что работает. Не говорю о том, что это какие-то миллионы долларов в одной сделке, но есть понимание, как гарантировать какой-то определенный минимальный результат или определенное поведение, по крайней мере. Поэтому, собственно, опять же, об этом же будет сегодняшний воркшоп. О чем этот воркшоп не будет? Это не будет ни о алгоритмах, ни о математике, ни о ботах и ни о каких-то фишках по крипте. То есть, опять же, не настолько прикладной с этой точки зрения. То есть нет секретов в алгоритмах, нет секретов в математике. И, опять же, это не про бота и не про крипту. Скорее о том, как человеку, который работает с данными, как он начнет видеть реально вообще другой уровень, другой уровень глубины именно данных. То есть это не про алгоритмы, это про данные и насколько глубже он докопать в природу данных, чтобы научиться их правильно моделировать, особенно данных на неопределенности. Сегодня что я хочу сделать? Сначала очень кратко рассказать вообще, что происходит в финансовых машинном обучении, потому что там, опять же, есть определенная мысль, что это все там предсказывает крипту, предсказывает рынок, это совершенно так. Потом у нас будет четыре практических части. На первых двух мы постараемся применить машиноучение по-нормальному и увидим, что оно не работает на самом деле. И после этого пару итераций мы попытаемся применить именно финансовое машинообучение с правильным пониманием данных. Reflection and Disappointment, то есть мы увидим, что оно нифига не работает. Снова попытаемся исправить, снова увидим, что оно не работает, но получим хоть какое-то решение, которое можно на каком-то уровне доверять. Но, помимо этого, получим еще список вещей, которым мы не доверяем и по которым надо будет работать дальше. И по этому списку вещей я дам материалы для этого изучения. Давайте по-быстренькому, кто вообще работает в финансах. Обычно делятся на front-office и back-office и buy-side и sell-side – это два таких разных направления. Front-office – это ребята, которые продают и покупают, back-office – это ребята, которые поддерживают, собственно, их работу. Где buy-side – это люди, которые инвестируют, так или иначе, это может быть инвестирование long-term, это может быть какое-то, не знаю, спекуляция, но в целом это купить-продать. Ну, видите, там это asset management, hedge fund и так далее. Sell-side – это в первую очередь люди, которые придумывают финансовые инструменты. Это те, кто придумывает опционы, фьючерсы и другие деривативы. То есть, опять же, люди же торгуют не только там золотом, не только крипто, не только акцией, но люди придумывают какие-то там ETF, люди придумывают разные инструменты, солянки разных других акций и тому подобное. Индексы, например, вот S&P 500 индекс хороший, это все люди придумывают и они это продают. Собственно, поэтому вот есть buy-side и sell-side. Также, на самом деле, по направлениям, инженерным, не все упирается в какое-то там прогнозирование и так далее. Есть обычная там операция банкинга работы с клиентами, то есть, там, ваши типичные маркетинги, прогнозирование, сегментация клиентов, поведение и тому подобное. То есть, стандартная задача. Операция, это, например, анализа P2P, то есть, например, fraud detection на кредитах-карточках, выдача кредитов, это все поднятные вещи. Asset management – это то, что такое, немного поинтереснее. Это когда человек заходит с капиталом и хочет, когда либо умножить, либо сохранить, либо диверсифицировать, и он приходит в этот запрос, у меня вот есть 10 миллионов долларов, я просто хочу их сохранить. Или я хочу там максимально разбросать риски по разным континентам, индустриям, регионам и так далее. И для этого, как бы, representation learning – это для выучивания собственной структуры рынка и международных отношений, портфолио оптимизации, это где, собственно, уже раскидывается капитал клиента по разным инструментам, акциям и тому подобное. И риск менеджмент – это, собственно, управление рисками. А что будет, если? Тоже как-то надо это предсказывать и продумывать. Ну и трейдинг – это то, что, как бы, все в основном знают, это прогнозирование цен, это выбор, когда мы входим в позицию, это разработка стратегии и так далее. Вот. Я… там будет время для ответа на вопросы, я хочу быстро приближаться по этому блоку, чтобы мы не теряли время. И вот в трейдинге, как там такая самая интересная тема, есть там разные роли. И на самом деле там дата-сайминг занимается одна от всего две, я выделю зеленую. Обычно сначала аналитики анализируют рынок и вообще понимают, что к чему. После этого они дают команду, вот data creator дают, ребята, вот мое понимание рынка, что рынком сейчас движут такие-то, такие-то переменные, соберите их, пожалуйста, с каких-то источников. После этого фичер аналитики тоже дата-сайминг формируют какие-то фичи. После этого скорее тоже дата-сайминг строят стратегии, потом инженеры эти стратегии прогоняют, тестируют, потом снова инженеры эти стратегии пускают в рынок, и потом портфельные менеджеры сверху смотрят на все эти десятки сотен стратегий и этим всем управляют. Вот, давайте там вот вопрос по ролям людей, чтобы понятно, непонятно, либо сбежать дальше. То есть, если кто-то хочет работать там AI и финанс, это необязательно торговать криптой, есть вполне там адекватные, нормальные задачи, типа работы с клиентами, есть там задачи поднимания рынка и задачи риск-менеджмента. Тут все очень гибко, на самом деле, много интересных задач. Далеко не всегда связанных с неопределенностью, кстати. Если вопросов нет, просто ставьте какой-то там, типа, дальше, плюсик, и будем двигаться дальше. Опять же, я тоже хочу побыстрее там двинуться к коду, поэтому... Какой процент DSFIN-компания? Сейчас критически маленький. Ну, там, может быть, меньше 5%. Пока что народ еще не перешел на вообще какие-то data-driven decisions. Очень, на самом деле, такая индустрия, в которой все в каком-то плане отстало. С другой стороны, мы сегодня увидим, что слепую применять ML там тоже нельзя. Поэтому, собственно, народа не спешит, потому что не все так просто. Намного безопаснее работать на тестах моделей. И пару слов про применение машинного обучения. Это вы все знаете. Супервайз, супервайз, линфорс, регрессия, классификация, это все понятно. Вот тут можно чуть остановиться. Там какие-то конкретные примеры регрессии. Опять же, помимо там прогнозировать цены, можно прогнозировать кредитные потери компании, можно прогнозировать свою компанию заработать. И на основе этого строить стратегии. Опять же, все упирается в прогнозирование цены. Опять же, по классификации тоже можно классифицировать рейтинг финансовых продуктов, моделировать дефолт компании или клиента, фронт кредитных карточек, отнувание денег и так далее. Также кластеризация, это может быть как кластеризация рынка на какие-то блоки логические, так и кластеризация клиентов в банке. И по representation learning, это может быть выучить, например, какие факторы реально влияют рынку на какие-то нет, каким-то образом сделать дейнозин, набрать шубы с финансовых данных, или, например, выучить какие-то режимы. То есть, например, есть режим низкой владельности, есть режим средней владельности, есть режим высокой владельности, есть режим высокой неопределенности, низкой неопределенности. Это тоже такая репрезентация рынка. И данных очень много, то есть, опять же, данные не упираются вот посередине market data, там цена, объем, дивиденды, намного больше всего. Есть данные у банков, есть данные, называемые фундаментальные показатели компании, то есть, когда мы там видим, там, цена, там, Apple, за этой ценой есть то, чем владеет Apple, есть то, что должен Apple, есть только сколько Apple продает, сколько Apple зарабатывает, и прочие финансовые показатели. Есть данные аналитиков про тот же Apple, есть рекомендации экспертов, есть кредитные рынки, есть там New Sentiment, есть еще альтернативные данные, можно там следить с камерой за заводами и пытаться, сколько там заводок вообще производит, можно заводами следить из спутников, можно читать Twitter и так далее, и так далее. То есть, опять же, не все упирается в данные данные. Вот. Тут, по этому блоку, все понятно? Опять же, глупым по Европам, но самое интересное будет с кодом. Окей, если, в принципе, понятно, давайте тогда запустим какой-то ноутбук. А вот и он. Поставьте в то же плюсик, если вот так, как я сейчас показываю экран, в принципе, что-то все видно. Именно ноутбук. Если вот так вот показываю, будет там видно то, что происходит? Так, не видно? А, черт, не делюсь экраном, разумеется. Ну и не может быть видно. Так, нормально поделился экраном. Смотрите, ребята, я все это время не делился экраном? И правильно понимаю? Ого! Вот это, конечно, ошибочка. Давайте я тогда, возможно, пройдусь по слайдам пару минут. Покажу вот эту вот картинку про фронт-офис и бэк-офис. Простите, это мой простык. Вот, собственно, фронт-офис и бэк-офис. Это то, что люди, вот, бай-сайт на фронт-офисе, люди, которые, собственно, торгуют, сайл-сайда, люди, которые придумывают инструменты. И вот бэк-офис, типа, занимается поддержкой. Как видите, в основном, программирование, администрация и так далее. Тут же снова задачи, что можно там постребовать презентации. Видите, опять же, по банкингу, обычные операции, и по управлению активами, по торговой спекуляциями. Тоже вот уже более-таки интересные приложения. Это по задаче машинного обучения. Видите, вот есть регрессия, классификация, классный мэппроцентричный лорнинг. Тоже тут не все упирается в прогнозирование цены. И вот по типам данных. Тоже не все упирается в данные с рынка, которые описаны тут. Есть намного больше, чего интересного. Фундаментальные данные, данные аналитиков, и точно так же там слежка с каким-то спутниками и тому подобное. Окей, давайте теперь тогда уже займемся практикой. Собственно, я подготовил датасет. Датасет состоит, это акция ПЛА, с 2000 года по 2020. Давайте там без учета последних событий. И парочку разных интересных переменных тут будет. То есть там будем использовать сейчас абсолютно стандартный pipeline машинного обучения. Я предлагаю взять данные с нулевого до 15-го для обучения и последние 5 лет с 15-го по 20-го для тестирования алгоритмов. То есть в принципе мы там в прошлом не заглядываем, будем все нормально прогнозировать. Переменные у нас будут такие. Сначала стандартные это high, low, open, close и volume для каждого дня. Что это значит? Это в каждый день какое-то количество торгов. И high, low – это самая высокая, самая низкая цена торговли внутри этого дня. Open и close, соответственно, с какой ценой рынок открылся, с какой рынок закрылся. Например, видим, что вот 19-й год, вот 4-й января, открылся рынок ценой 84,69, а закрылся 84,26. То есть в день упала цена, можно сказать. Объем торгов. И я извлек разные фичи. И вот эти вот RSI, OBF, ATR, эти вот фичи, это у нас фичи, так называемые, индикаторы. По сути, это просто какие-то простые формулы, примененные к ценам или к объему. То есть это такие, то, что там трейдеры, которые торгуют ручками, используют, чтобы себе помогать. И некоторые фундаментальные вещи, я их специально там не стал называть, чтобы мы это именно не отвлекались. Три фундаментальные фичи, одна фича из финансовых отчетностей, сентимем, и данные по дивидендам, которые компания выплачивает. Вот. Если их провизуализировать, тут сразу разбитый трейдер тест, в принципе, видно, что мы вот так вот выберем. То есть мы, в принципе, рынок, как он говорит, цена там акций всегда почти растет, на какие-то моменты она падает, ну вот она падала в трейдере, значит, упала на тесте пару раз, значит, наверное, мы эти паттерны поймаем, объем, всякие эти индикаторы, и тому подобное. Дальше. Какой самый первый этап работы с данными в машинном обучении? Это, само собой, подготовка данных. Так как мы, в принципе, понимаем, что в финансах прошлое может сильно отличаться с будущего, я предлагаю сделать вот так. Смотрите. Мы возьмем, по-стретиному, стандарт скейлер, мы его зафитим на тренировочных данных, и потом этот же фитер заиспользуем на тестовый данный. Таким образом, мы посчитаем статистику на трейдере и нормализируем трейдер. И эту же статистику используем на тестовый данный. Таким образом, мы не будем подглядывать в будущее и использовать статистику из будущего, что, в принципе, как бы правильно. Потому что, если мы будем использовать статистику вот отсюда, мы, а мы ее в трейдере не знаем, поэтому это как бы учителство, это ошибка финансового обучения всегда происходит, мы ее вот тут вот избегаем. Это сами делаем с нашими входными данными, и то же самое с Y. То есть, когда мы прогнозируем цену, цену с закрытием мы прогнозируем, точно так же сделаем. Мы зафитим на трене, используем на трене. Будем использовать для прогнозирования как вход 14 дней, то есть 2 недели вот этих всех переменных, и прогнозировать один день вперед. И тут просто в цикле я буду идти по датасету, брать окно 14 дней, вот это вот оно, мои inputы. Future — это будет один день вперед, и это binary, это будем потом использовать. И, собственно, вот я X в Windows и Riki в фьючерах просто прогнозирую цену на следующий день. В целом разуме я буду стараться торговать. Вот это сайт, это с данного повторяю. Видите, тут уже нормализированные данные, ну, стандартизированные данные, будем говорить правильно. И для прогнозирования хочу использовать там, в принципе, простую модель. Это вот маленькая нейронная сетка, 50 нейронов, активация, dropout, чтобы сделать регуляризацию. И линейный выход, потому что, как вы видите, значение стандартизированное, оно там выходит до 0 и 1. Модельку сейчас мы запустим. То есть такие early stoppings, checkpoint и тому подобное. То есть early stoppings тоже для регуляризации. И вот тут мы сейчас посмотрим, как она сработает, с этой сеткой. То есть, в принципе, как бы этот pipeline, который, думаю, те, кто занимались временными рядами, в принципе, с ним должны, я думаю, согласиться. В принципе, все понятно. Нормализировали. Прогнозируем следующий день. На регрессе. Все понятно. В принципе, лосс уменьшается вроде как. Давайте сначала посмотрим на метрик. Я считаю min absolute error. То есть, видите, scaled и real. То есть, я обучал на данные, которые синдартизированы. Могу посчитать метрику на них. Но нам, например, интересно реальная разница в долларах. То есть, у нас ошибка в долларах будет не 0,13. А я должен, как бы, сделать обратное изменение цены и цены. И, конечно, ошибка в долларах 4 доллара. Подратскор, который объясняет вариативность на выборке, достаточно высокий. Там он может быть не с единицы до единицы. В принципе, у нас он высокий. Это как корреляция. И, в принципе, мы видим, что вышло неплохо. То есть, мы, кажется, правильно обработали данные. Ошибок не сделали с трейнным тестом. Метрики хорошие. И визуально тоже хорошие. Программа сделать очень такой простой бэк-тест, как будто бы мы торговали. То есть, сигналы будут на основе того, что если мы правильно предсказали цену вверх, то мы, значит, как бы покупаем. Если мы правильно предсказали, что продаем, значит, на этом зарабатываем. То есть, смотрите, например, сигнал 1.0. Вот, например, там цена закрытия была в этот день 0.63. Мы предсказали за 67. Цена пошла вверх. Вот мы заработаем. Правильный вход. Ну, давайте посмотрим визуально, что он там торговал. Опять же, это не настоящий бэк-тест. Он не учитывает множество вещей. Это очень упрощенный вид того, как мы действовали бы, если мы могли бы просто купить продать, купить продать на основе продукции. И синяя линия – это наш портфель, который почему-то пошел вниз абсолютно в свою начальную налевую позицию. И вот это оригинальный там оранжевый ряд, который говорит о том, а что было бы, если мы просто вложились бы в этот Apple. То есть, можно посмотреть даже тут, вот это поведение, если мы просто бы вложились в Apple и никак бы не спекулировали. А тут, несмотря на то, что мы и практически идеально предсказываем цену, наши спекуляции привели нас в никуда. И вот такой вот интересный вывод. Казалось бы, адекватный по плану машинного обучения – регуляризация, орли-стопинг, анартизация правильная, хорошие метрики, а что-то не торгуются. Давайте там посмотрим, обсудим, почему так получается. Есть какие-то мысли? То есть, я еще раз покажу. Мы, в принципе, мы правильно спонтартизировали данные, мы не заглянули в будущее, мы это сделали вот тут. После этого мы построили, ну, простую модель, я согласен, простую, но мы ее регуляризировали, сделали early-stopping, у нас X-train, они, кстати, никак не перемешаны. Тут мы тоже про inverse transform не забыли. Метрики хорошие, визуально хорошие, проверка на шивост торговли очень плохая. Можно еще раз? Так, давайте вот, будем сочетать вопросы. Последний график, что значит, что ось Y значит? Последний график. По X-у время, по Y-ку изменение нашего капитала со временем, где синяя линия, это если мы управляем капиталом, вот начиная с нуля, в курсе, это нижняя линия, если мы следуем сигналам торговли, то есть, если мы говорим, что цена завтра вверх, мы начинаем покупать. Если цена будет завтра вниз, то мы начинаем выбрасывать и зарабатываем на этой разнице. Это вот, собственно, график поведения такой стратегии, оранжевый график, это если мы просто инвестировали наш весь капитал в этот Apple и просто ждем, как он себя ведет, то есть мы никак не спекулируем. Вот, правильно я понимаю, что мы цены предсказаны верно? То есть график для тест-выборки неправильной стратегии торговли. Ну вот это открытый вопрос, это, собственно, то, очень хочется поговорить. Вроде как мы правильно предсказываем цену, что по метрикам, что по графику, но в торгах оно не работает. И какие у вас там есть мысли, почему так происходит? Слишком мало и стоп. Опять же, бэк-тест, он суперпровентивный, в нем нет ни стоп-лоссов, ничего, то есть, казалось бы, объем фиксирован, да, но согласитесь, если у нас, вот так, мы можем прогнозировать цены в любой момент времени, но мы, по идее, должны были бы чуть-чуть лучше отработать, чем, если мы будут такие падения, и мы все предсказываем, о чем говорят нам в симметрике, ну, плотно до 4 долларов, то, наверное, мы как бы должны были бы что-то заработать, даже при фиксированном объеме и там без стоп-лоссов. Я даже не в комиссии делаю, мы комиссию тут не учитывали, опять же, бэк-тест тут не учитывая, бэк-тест, но какой-то идеальный, как будто бы нет ни комиссии, ни происходящего, ничего. Значит, график цены, да, вот, вот это уже поинтересно, да, цена тут действительно не очень. Визуально все хорошо, предсказание не валитное, да. Вот это то, о чем я сейчас хочу поговорить немножко в такой теоретической части. Сейчас начнется небольшое объяснение того, что вообще тут происходило. Когда мы занимаемся нормальным машинным обучением, мы всегда можем доверять тому, что наши данные, они все доверить терминируют. Пиксели на картинках, а в схеме RGB, там зеленый, red, green, blue цвета, они всегда остаются этими цветами. И в этой схемовой, вот этой вот модели цвета, у нас там 255, 255, 255, всегда одно и то же. У нас не может быть там черный, перестать быть черным, белый перестать быть белым. И в принципе, когда у нас на самом нижнем уровне этих данных, то есть пиксель, это самая минимальная дичка данных на картинке. И когда мы уверены, что пиксель всегда значит одно и то же, то комбинация из пикселей этих объектов, в принципе, тоже всегда значит одно и то же. То же самое в тексте, то же самое в данных про юзера. Это пол мужской таблички, это всегда пол мужской. Если там написано, что человек учился в КПИ, то это значит, что он учился в КПИ. Ну, там, если написано, что там эта девушка, там директор, значит, это всегда одно и то же. Там не бывает никаких там дел, значит. В финансовых данных все совершенно не так, потому что у них абсолютно другая природа данных. И когда, вот имея этот график цен справа, мы хотим спрогнозировать это значение цены, это не значит вообще ничего. Ни на входе, ни на выходе. Например, на этом графике справа у нас есть Брауновское движение, которое задается там параметром среднего снизарта. То, что мы хотим, мы его спрогнозировать, во-первых, это невозможно, ничего не означает вообще прогноз. Более того, когда мы видим такой график, мы не то, что не знаем, что это Брауновское движение, мы даже не знаем, к какому распределению и к какому случайному процессу это принадлежит вам вообще. Тут это Брауновское движение. Геометрическое, Брауновское движение слева, стопатический процесс Мертон с прыжками справа. Все выглядит как цены акций или цены каких-то других инструментов. Но использовать их для предсказания чего-то, ну, представьте, вы просто взяли какой-то кусок этого реально случайного процесса, вы не знаете, что это за процесс, вы не знаете эту мю, эту сигма, эти, вообще не знаете ни одного параметра этого процесса, просто взяли какой-то кусок как input и одну точку как output, и готовьтесь, что предсказать. Или, например, вот еще парочку примеров. Вот вот стопатический volatility model и min reverting model. все выглядит как цены акций. И, в принципе, когда вы посмотрите на графики, оно для вас все будет выглядеть одинаково. И для обычных алгоритмов машинного обучения, например, сверточные сетки, MLP-шки и так далее, которые вполне адекватно сработают на пикселях, когда каждый пиксель значит одно и то же, но они вообще не будут работать на вот таких вот вещах случайно статистический процесс. Это просто невозможно. Это касается как input, так и касается это output. То есть предсказать значение случайного процесса через n моментов, это просто не является возможным. Это неправильная посылка задачи в городе. Но это то, что вы, ребята, увидите в интернете. Я скажу вам больше, вы это увидите в научных статьях. То есть если вы сейчас давайте там вобьем, вот и даже тут ссылочку, да, это там первая ссылка в гугле. Популярный блог на тему прогнозирования нейронками чего-то там. Subcredition and Python. Я вам скажу больше, это не только на медиуме такие блоги, это есть такие научные статьи. На самом деле там меня, смотрите, там тысячи лайков. Меня такие научные статьи вообще как бы замотивировали заниматься этим исследованием. Если вы посмотрите внимательно, народ просто прогнозирует этот план, что является в корне неправильным. Потому что на самом деле наши прогнозы будут выглядеть именно вот так вот. Я так подвину эту штуку. То есть слева это то, как мы видим визуально этот график, кажется, хорошие результаты визуальные, хорошие метрики. Я согласен, метрики хорошие посчитать на левом графике R квадрат или min squared error, оно все будет хорошо. Но на самом деле по факту, если мы хотим предсказать случайный процесс, и мы видим это хорошо справа, самое лучшее предсказание, до которого может дойти угрейт на оптимизацию к этому произведению, это просто предсказывать предыдущее значение временного ряда. И это на самом деле то, что получается. Наш красный график предсказывания это просто взвинутый справа с какими-то минимальными колебаниями оригинальный ряд. То есть мы ничего не предсказываем. Вот так вот оно и получается. И поэтому я хочу попробовать сейчас сделать одно маленькое изменение. И не учитывается реально меняющаяся система с 1 пипс. Нет, слишком глубоко. Это правильное замечание, но давайте выше на уровне этого временного ряда, это просто случайный статистический процесс. это одна из реализаций какого-то сложного процесса и использовать одну из реализаций для того, чтобы взять и предсказать это просто неправильно. Но если мы знаем, что это случайный процесс, то написывается каким-то распределением. статистикой я думаю, что те, кто из вас работали с современными рядами или возможно работали хорошо со статистикой и так далее, знают, что этот ряд по своей природе не стационарный. и стационарный значит то, что у него меняется. да, я слушаю. Ребята, можно комментарий текстом все, потому что если мы будем говорить, это будет тяжело. то есть я отвечу на все в тексте, просто пока закончу фразу о том, что думаю, многие из вас знают, что этот ряд не стационарный, потому что его среднее значение стандартное отклонение со временем постоянно меняется. И если очень простая техника, как вот этот временной ряд сделать стационарным, и я думаю, что в аудитории кто-то этой техники скорее всего знает. Такая самая самая простая. Как сделать временной ряд из вот этой не стационарной штуки стационарной. В университетах это настолько точно учат, там в эконометрике точно учат, и думаю, на обычных курсах статистики точно учат. Вот логорифмывание это почти оно, логорифмывание и шешусь должно быть. Можно даже без логорифмывания, но вот показать эхерсты это уже прям немножко сложновато. Это может закапываться в... Скажем так, да, есть такой подход, но я говорю про более простую технику сейчас. Окей, хорошо. Вычесть тренд еще проще. То есть что можно сделать еще проще без тренда? Еще проще. Даже не скользящее окно. Окей, подскажу. Мы можем построить... Я сейчас буду наперед, покажу слайд. Построить график из разниц между N плюс первой и N точкой временного ряда. Это так называемая технология differencing. То есть график слева, график справа, это одни и те же данные, только график справа получен разницей между N плюс первой и N точкой временного ряда. Таким образом мы видим среднее, оно не меняется, оно всегда равно нулю, и стандартное склонение, оно в принципе его тоже можно оценить какими-то рамками, ну то есть максимум склоняться, например, на 100% пускай. Ну окей, значит, вот это стандартное склонение, это в рамках 100%. Вот это самая простая техника, которая позволяет временной ряд из нестационарного превратить в стационарный. И я хочу, что мы сейчас практика номер два, мы сейчас в сути это и применили, причем это применили и как входным данным, так и выходным данным. То есть у нас мы к input применим эту технику и предсказывать будем тоже не цену, а вот это изменение цены. То есть не какая цена будет завтра, а на сколько процентов изменится цена завтра, там вверх или вниз. Дисперсия будет меняться со временем, ну ее можно хотя бы оценить сверху или снизу, то есть она локально будет меняться, но если глобальный временный ряд, мы можем как-то границы какие-то можем бросать. Для этого у нас есть ноутбук номер два. И в принципе все то же самое, только что тут я делаю? А, я даже хотел это делать чуть-чуть более глубоко, я хочу по очереди. Я сначала поменяю выходные данные, то есть я оставлю импуты такими же, какими они есть, почему я хочу оставить импуты такими, какими они есть? Как видите, данные в предыдущем ноутбуке, номер первом, я их в принципе стандартизировал. То есть входные данные у меня вот в итоге они остались в каких-то рамках. И хороший плюс вот этого временера в том, что у него видны паттерны. То есть я думаю, вы слышали о том, что трейдеры они там торгуют каким-то паттерном, каким-то там уровнем поддержки и так далее. То есть в принципе если посмотреть на эту картинку, то слева видны паттерны, справа паттернов нету. Потому что я хочу сделать как первый шаг, я хочу нормализировать, оставить эти паттерны слева, но оставить их нормализированные. Но вот предсказывать значение временного ряда в этом случае я точно не хочу. Я хочу для начала сделать один шаг. Я, видите, Y я уже не буду таким образом нормализировать в первый раз. Я ставлю Y просто в цену вот тут вот. а когда я делаю датасет, фьючер, я уже беру не точку в будущем, я беру точку в будущем, ну, аризонт один-один день, отнимаю от нее то, что вот у меня сейчас и делю то, что сейчас. Таким образом получаю там процентные превращения. Акция в основном у меня та же нейронная, та же регуляризатор, тот же рестоппинг. Единственное, что у меня поменяется, это формат аутбота. То есть точно разлетает обрабатываться, только заменим аутбот. Давайте посмотрим, что будет, если мы будем прогнозировать не какое-то случайное значение, а приращение. То есть вот, теперь наш график Y вылезет вот так вот. В принципе, да, если какой-то выброс, с ним по-хорошему надо бороться, но в целом это временный ряд вокруг нуля, и его дисперсию можно чем-то ограничить. То есть для машинного обучения тут никаких сюрпризов быть не может, в принципе. Ну окей, мы ограничили, минус 0,5, да, 0,5. Вот, сейчас она пойдет учиться. Видите, лост в принципе тоже падает. Но потом посмотрим на метрики, на визуальные результаты и на результаты псевдоторговли. То есть тут сейчас интересный момент проявляется. То есть видите, вот тут мы уже на самом деле начинаем лучше видеть, где какая метрика работает по праве. То есть с точки зрения абсолютной ошибки, ну ошибаемся мы на 1% изменения цены в среднем. Ну в принципе нормально, 1% ошибочки. Ну R-квадрат уже у нас отрицательный. То есть в том, что мы явно там неправильно визуально тоже дужен и дужен. Где оранжевая линия это прогноз, а синий это реально изменение цены. Но что самое интересное, как вы видите, у нас вот эта вот стратегия торгов, на основе вот этих вот превращений цен, она уже хотя бы у нас не пошла вниз. То есть если тут синий график, он просто пошел вниз, тут синий график хотя бы пошел вверху чуть-чуть. О чем это вообще может говорить, какой результат. То есть говорить ли это нам о том, что мы сделали правильный output, и он реально правильный, этот стационарный output, и у нас сразу же улучшились результаты в плане торговли. Что вы вообще думаете про такой вот вывод? То есть мы сделали одно изменение, ну да, он неплохо пошел вверх, но это изменение, как вы думаете, оно вообще там валидное, правильное, там не вообще как можно доверять. То есть тут на самом деле есть хитрый момент. Кто-то скажет, в чем тут есть такая какая-то небольшая загвоздка. То есть я буду уже подсказывать, потому что много материала, поэтому буду как бы подсказывать много, то есть нет ответа. Мы получили R-квадрат, это на самом деле очень правильная метрика вообще адекватности прогноза. Отрицательный R-квадрат говорит нам о том, что прогноз в принципе отрицательно коррелирует с реальным значением, которое мы должны были предсказать. Как у нас с отрицательным R-квадрат могут вообще быть положительные торги? Вот это вот тоже такой момент, который на самом деле ну я этому графику не доверяю, то есть я даже давал заметку, чтобы это сказать, что вот по этому такому бэктесту на какому-то кусочке данных очень просто получить случайную стратегию, которой на самом деле нельзя доверять. Такой небольшой инсайт мы получаем из этого графика о том, что с неправильной моделью, с неправильной отрицательной метрикой, с отрицательным визуальным анализом можно получить якобы прибыльную стратегию на бэктесте. А что если модель какую-то сейчас взять и пихнуть торговать на живые деньги? Она точно там при себя поведет? Он очень в этом сомневается. То есть вот такой инсайт номер два получили. Инсайт номер один о том был, что вообще просто предсказывать братцы нельзя. Второй антит это то, что даже с плохой моделью можно случайно получить хороший бэктест. Предлагаю еще один эксперимент провести. Давайте все-таки данные тоже подготовим правильно. То есть тут явно просто ход обедения. Не забываем, что это все случайно статистический процесс. Да, даже такая нейронка смогла что-то сделать на кусочке реализации случайного процесса как-то красиво. Предлагаю сделать еще одно преобразование и сейчас покажу сначала код. Видите, ни иксы, ни входные данные не буду преобразовывать стандарт скейлером. Ни аутпоты тоже не буду обрабатывать стандарт скейлером. Что я буду делать? Аутпоты я оставлю вот так, как я делал в прошлый раз. Буду предсказывать превращение цены в следующий день. Мы вроде решили, что это более адекватно. Хотя бы аутпоты всегда будут стационарно. А по инпутам я тоже буду делать точно такую же операцию. Вот это в пандесе операция PCP-Change это процентная change. По сути, это считает процентное превращение временного ряда. Если говорить математически, это логарифм от differencing операции. По сути, вот это вот. И давайте попробуем теперь и инпуты вот так преобразовать, а отпы так преобразовать. И посмотрим, как поведет себя и модель машинного обучения, собственно какой-то наш примитивный ПТ, как они теперь сейчас будут. Пока она учится, может какие-то вопросы. Она прибыльна из-за того, что она прибыльна просто из-за того, что так вышло. Ты можешь случайно набросать значения случайных, которые покажут супер прибыль. Она прибыльна из-за счета вообще ничего. Вот это главная проблема финансового обучения, что если мы будем делать выводы по прибыльности стратегии, не заглядывая в корень, в алгоритмы, в данные, мы можем себя настолько сильно обмануть, потому что мы работаем в условиях неопределенности. Данные случайные, данные неопределенные. И у нас такие казусы будут возникать постоянно. Это ежедневная работа. И на самом деле в работе конца типа анализа, получается какая-то хорошая стратегия, это скорее повод задуматься о том, где ты допустил ошибку. Мы дальше разберем именно правильный процесс, численная работа финансовая математика, именно правильный процесс, что надо делать. Потому что мы сейчас делаем, это все на самом деле не совсем корректно. Мы просто пытаемся самые глупые ошибки исправить и шаг за шагом сделать что-то лучше, но пока все еще делаем неправильно. Видите, то есть мы казалось бы теперь данные обработали правильно, но мы вообще квадрат просто выскочил из каких-то аутлайеров непонятно куда, а наша стратегия, посмотрите какая красота, она отработала что ли это да, у нас это лучше даже, чем наш бейсбайм. то есть вот это вот ребята, вот этот вот R-квадрат отработал лучше, чем наши собственно просто стратегии инвестирования в это. Как вам такие результаты финансового машинного обучения? В общем-то все ошибки вот эти вот из-за того, что мы не можем применять вот такие вот assumptions и предположения, которые мы имеем нет, но не совпало, это уже не прогноз, это уже собственно торговая стратегия. То есть вот это вот наши прогнозы, ну вообще ни о чем, это не прогнозы, это модель просто не обучилась, давайте по-честному. Модель практически всегда предсказывает ничего, ну просто не обучилась модель. Но если мы не представьте ситуацию, что какой-то неопытный аналитик, просто прочитал про какие-то differencing, прочитал про PCT change, прочитал про нейронки, обучил модель, не проверил модель, а сразу прогнал бэктест. Ой, как все хорошо. И пошел уже докладывать с информацией, там, начальник. Вот. И вот проблема в том, что когда мы работаем с такими вот данными, мы должны в первую очередь смотреть на адекватность данных, после этого смотреть на адекватность машинного обучения и моделирования в целом, а на бэктест мы смотрим в самом-самом-самом концерте. И вот собственно об этом на самом деле мои там следующие слайды будут. Вот вот эти два момента, которые мы якобы исправили, я хочу поговорить о том, как их можно исправлять на самом деле еще дальше. Какие у вас есть вообще идеи? То есть мы, казалось бы, правильно обработали input, правильно обработали output, но мы на самом деле все испортили, а бэктесты хорошие. Куда теперь двигаться? Вот идея предсказания цены, не совсем понял. Ну смотрите, вот смотри, мы пока что не можем обучить правильно даже элементарный алгоритм. То есть мы пока в reinforced learning даже вообще закапываться не имеем права никакого. Пока мы не получим бейсглайн, которым мы хотя бы доверяем, пускай может быть даже плохо торговать, но мы хотя бы даже хоть чему-то доверять. Пока у нас тупо случайное значение. Знаете, это мы французский, но мы это просто случайные результаты. Мы, казалось бы, делаем все лучше и лучше, но получаем просто не сразу. Если здесь задуматься. Ну мы доказали, что цену предсказать невозможно, но предсказание цены это же нормальный степенальный временной ряд. И в принципе с ним работать можно. Тут это уже не совсем так. Давайте пару минут брейнштормим. Я предлагаю ограничить наш брейншторм пока на эти следующие полчаса. Это только что мы делаем с инботами и что мы делаем с ауэлл. Опять же, мы пока не работаем с моделями. Мы хотим получить элементарный база. У нас есть достаточно нормальная сетка, зарегуляризированная. Ее на что-то обучить поможем. На что-то хотя бы чему мы доверяем и оно адекватно. То есть что тут не так с инботами, что не так с аутпутами. Опять же, они у нас сейчас правильные с точки зрения математики детерминистических данных. То есть стационарные временные ряды, все окей. Но они неправильные с финансовой точки зрения. мы решили, что модель не очень во-первых, R2, да, ну вообще визуально. Тут у нас R2 и визуальный анализ все показал. Вам вообще нравится, вот представьте, что вы там трейдер, вы торгуете. Вы вот что-то предсказываете на будущее и вы там открываете какую-то сделку. Вы хотите предсказать что будет ровно через день или ровно через неделю, ровно через три месяца и вы там как сделку будете закрывать завтра рынок закроется ценой на 50 баксов дороже. И вы вот закройте сделку ровно в конце дня. 50 баксов закрыт. 0,49, 51 сколько там выйдет. Или какая логика у вас как человека, который получил какой-то там сигнал машины в обучении неважно. И вы входите в сделку. В этом купили сейчас, чтобы завтра продать дороже. Как вообще логика поведения? Вы вот предсказали ровно в конце дня, будет написано баксов дороже. ровно в конце дня на эти 50 продадим. Или как это будет? Хорошо, другой вопрос. Вот вы посмотрели на вот этот график замечательный, изменительный. Ну, я думаю, вы согласитесь, что в графике справа паттернов никаких нет. на графике слева, да, это не финансовый временный ряд, но в целом я как человек не нужен алгоритм. Я вам этот график предскажу с помощью карандаша и линейки. Мне ничего не надо. А график справа, но я вам ничего не предскажу. Хотя для машины конечно проще работать стационарным рядом и так далее. Но мы уже поняли, что стационарность любного ряда это не все. Важно еще память эти паттерны. Проблагаю подумать в этом направлении. Что можно делать с паттернами, как бы нам их сохранить и что делать с этим прогнозированием. Мы видим, что прогнозировать изменение цены ровно через день наверное не будет. Буду закрывать когда будет сигнал на обратный разворот. Смотри, у тебя сигнал такой, что ровно через день цена повысится на 50 баксов. Так работает машина обучения. Мы прогнозируем пока в таком фреймворке. Мы хотим его шаг за шагом улучшать. Покупать на минимум продавать максимум это конечно хорошо, но ты находишься прямо сегодня и ты строишь прогноз, ты понимаешь что надо продавать на минимум когда на максимум. А как ты построишь модель машины обучения? То есть получается мне надо предсказать когда будет меню когда будет максимум а как это выкодировать как это в ходе прописать. вот я сейчас в ходе прописано просто изменение цены вот у меня в ходе прописано вот это у меня и плюс плюс один то есть я считаю разницу между тем что в этот день сегодня и то что будет завтра как как я пропишу какие-то минимум максимум ну да я согласен что окно 14 не слишком плоская я согласен что это может помочь но опять же дома с этим можно поиграться можете увидеть что в ноутбуках 1 2 3 значение но я вам говорю что я вам ничего не дам это это не это правильная идея но наши задачи мы можем это делать даже мы спекулируем в рамках одного дня мы можем увидеть паттерны в рамках одного дня пару недель месяц как-то связаться ко времени прийти к стоплост и к профит не зависит сколько это случится вот это хорошо это правильная мысль и бэк-тест должен быть правильным 100% хорошо в принципе вот это абсолютно правильная мысль по поводу аутпута про инпут я расскажу сейчас в общем я пытался подвести к тому что у нас есть трейд-офф мы хотим видеть визуальные паттерны потому что эти паттерны реально объясняют какие-то тренды сезонности всплески и так далее с другой стороны они стационарны график справа стационарный но в паттерне вообще не видно хватит заглянив математику вообще там этот паттерн справа он работает математически это вот собственно difference operator видите вот это набло xt это xt минус предыдущий xt-1 и в принципе можно вывести формулу этого оператора для любого порядка то есть я могу посчитать не просто xt-1 минус xt-2 и так далее и так далее и так далее в принципе вот эта формула она красиво вводится в операторную форму и тут вот сейчас появляется очень такая классная идея чем больше вот степень этого оператора разница там t-1 t-2 t-5 t-10 тем больше мы будем терять эти паттерны а мы хотели бы паттерны менять как можно меньше то есть логика такая что если мы этот оператор это степень оператора будет 2-3-5-10 у нас все будет и хуже и хуже и хуже с другой стороны а как нам сделать это не единицу а меньше типа ну 0 ну типа никакую никакую разницу не врать тоже не вариант да вот выход есть вот эту формулу расписать чуть-чуть иначе и если мы эту формулу распишем вот таком виде как ряда мы эту степень d можем сделать дробную от 0 до 1 таким образом у нас дифференциация будет дробной вопорядок и эта техника называется fractional differentiation она практически неизвестна в стандартной экономике и так далее но если мы смотрим на график слева мы увидим как она работает интуитивно оранжевый график это рейденциальный график цены а синий это fractional differentiation это все еще дифференцированный временной ряд да он не настолько стационарный как если мы просто бы считали дифференцирован но в принципе если потом я вам сейчас покажу если мы будем считать именно метрику стационарности она будет менее стационарной но все еще стационарной но мы видим четко паттерны мы видим вот эти вот тренды это все еще разница в цене но в ней уже есть тренды если взять любимые графики битка то красный график это график битка темно-зеленый график это то обычная разница на которой ничего не видно а синие графики это с разными степенями дифференцирован да вы скажете что все конечно хорошо но на самом деле это все якобы не стационарный график давайте посчитать математически вот тут у меня внизу есть еще кусочек кода хотел показать я предлагаю ввести такое понятие опять же это немножко очень-очень-очень примитивное понятие сохранения информации то есть я в этом говорю о том что вот в зеленом графике нет информации мало информации в красном это оригинальные цены в нем якобы больше всего информации мы их использовать не можем не стационарный ряд зеленый ряд стационарный но я хочу вам доказать что в нем мало информации а в синим и голубым якобы информации меньше чем в красном но больше чем в голубом и все еще стационарный я предлагаю использовать метрику Augmented DT FullRT она в принципе позволяет высчитать уровень стационарности временного ряда и я предлагаю использовать корреляцию с наивыкновенной корреляцией между вот этим красным и зеленым или голубым или синим сигналом как метрику сохранения информации то есть если сигналы коррелируют на 100% значит они максимально похожи и по-хорошему зеленый сигнал должен как-то хотя бы коррелировать с красным сигналом потому что иначе зачем все это если зеленый сигнал не коррелирует с красным значит мы получили временной ряд который даст стационарный но в нем ничего ничего не осталось от первого временного ряда и если вот тут вот посчитать вот эти вот тесты мы видим что вот короче тут число должно быть чем меньше тем чем меньше тем лучше видим что вот воркет это вот собственно вот синий это вот наш временной ряд от план в нем значение вот этого обмета дикий fullrtest это 2.5 если в нем возьмем первую разницу в нем значение минус 10 значит этот желтый временный ряд да он более стационарный чем синий я с этим согласен потому что чем меньше тем лучше 2.5 против минус 10 тут без вопросов что мы здесь посчитаем корреляцию очевидно что там синий сигнал сам с собой коррелирует на 100% а как он коррелирует вот с этим первой дифференциейшн первого порядка то есть это наша набла первого уровня первой степени видите корреляция уже там всего лишь 0.07 по сути а что если возьмем второй уровень дифференциации корреляция практически равна нулю то есть вот этот самый простометр корреляция как схожести сигналов вот этот самый простой пример который еще вам показать о том что чем больше мы дифференцируем ряд тем больше мы теряем в памяти тем больше мы теряем в корреляции с оригинальными данными и вот для этого мы хотим использовать эту технику fractional differentiation чтобы можно меньше терять информацию это номер один и я там сейчас чуть дальше чуть детальнее покажу как это работает по поводу аутботов абсолютно правильная идея прозвучала по поводу take profit и stop law когда я как человек торгую я во-первых прогнозирую скорее не на день вперед еще дольше например припусте спрогнозирую на день но я не буду ждать конца дня чтобы если цена я хочу вверх я хочу 5% если у меня посерединке этого дня произойдет рост на 5% я не буду ждать конца дня я закрою сделку прямо сейчас и не буду ждать конца дня и наоборот если у меня прогнозировано 5% вверх а я не хочу терять больше чем 5% если вдруг посерединке дня цена упадет на 5% я не буду ждать конца дня ты просто вот лимит я потерял 5% если я хочу взять 5% я не буду ждать конца позиции все я в плюсе я свою цель выполню и это в принципе можно очень просто запрограммировать то есть вот там где в том цикле я не просто что произойдет в конце дня я остаюсь какой-то промежуток вхожу в цикле к этому промежутку высчитываю где происходит это называемая техника барьеров вертикальные барьеры и горизонтальные барьеры собственно где происходит касание горизонтальных барьеров я прогнозирую не только что происходит точнее я прогнозирую не в конце дня я прогнозирую какой из барьеров вертикальный горизонтальный нижний горизонтальный верхний горизонтальный или последний вертикальный цена коснется впервые. То есть если цена коснется впервые вертикального барьера, я прогнозирую рост цены вверху. Если цена коснется впервые минимального барьера, я просто ставлю метку, цена пойдет вниз. Если цена коснется последнего барьера, тут у меня есть выбор. Либо я там ставлю метку типа третью метку, либо просто ставлю вверху, окей, что произойдет в конце, вверх или вниз. Но в целом мой Y, он же будет основанной, не на основе какой-то фиксированного вопрос о промежутке времени. Мы Y всегда будут гибким. И более того, мы Y будет заточены под размер этих горизонтальных барьеров. Я сам выставлю свои цели на торги. Я хочу выбирать 2%, 3%, 5%. И мы Y уже будут заточены под мою прибыль. Я буду прогнозировать не абстрактный стационарный временный ряд, а прибыль, который я получу. И третье момент, о котором я хочу упомянуть. Дактестинг. Это вообще не касается исследований. Мы не трогаем никакие симуляции торгов, никогда вообще не прийти к условиям, пока мы не доверяем моделированию. Это просто то, чем я убедился сначала в своей практике, потом из этой книжки я прочитал эти катаконы Маркоста Лопата Депрада, и это у меня срезонировано все 100%. Не важны никакие торги, пока мы не доверяем нашим данным на 100% и нашим моделям на 100%. И вот, собственно, поэтому этот воркшоп про данные на 90%, и там в конце чуть-чуть будет про модели. В целом, самое главное, это данные. Потому что если у вас хорошие данные, и даже если вы построили линейную регрессию, которая предсказывает цену с точностью 52%, и вы эти 52% проверили очень жестко, то это намного лучше, чем дип-лернинги, реинфорсмент-лернинги с какими-то модными данными, которые вы даже не можете проверить. Вот, собственно, вот так вот. И давайте там пару вопросов по этому, и пойдем дальше. Так, точнее, пойдем дальше на практику, наш понять, работает это или нет. Можно использовать генетичный алгоритм, но вы еще и постели для пошуку оптимальных гиперпараметров моделей, в якости фитнес-функции, вы простоете фитнес-шарпа, либо то, чтобы спейс-модела выбраться наиболее. Ты говоришь про спейс-моделей, а мы на модели еще даже не подходим. В принципе, ты прав. Конечно, надо использовать гиперпараметры, чтобы выбрать модель, но пока мы даже с данными не разобрались. Опять же, вообще, то, что мы используем с мировым, это тоже не прав. И пока мы что-то не получим на какой-то линейном книге, да, там, конечно, там, линейное, но в целом, если мы не можем линейное модель, то есть, я вновь что-то делать. Вот эти линейности, нейронки и так далее, это правильно, это нужно. Все технические индикаторы, из чего они считаются, они считаются из вот этих самых цифроватических ремных рядов. Вот, собственно, в этом заключается, там, мое личное и многие другие эксперты в недоверии к финансовым индикаторам, ну, вы взяли какие-то случайные абсолютные значения, непонятно, случайность цифроватического процесса, и применили к ним какие-то простые, элементарные формулы. Это, скажем так, в этом можно спорить, в этом можно и нужно спорить, но в контексте данных это спорный вопрос, очень спорный. То я, может быть, в плане моделями выкористовывать, чем бэктестинг, а что бэктестинг мало будет больше. Наоборот, уверенность модели это метрики, это minscart error, это R-квадрат, это, не знаю, если это классификация, это, например, там F1 score, это мэтический коэффициент, это релятый мэтический, и так далее. Уверенность модели это метрики машинного обучения на кросс-валидации. И если мы на кросс-валидации и на каких-то разных тестах получаем точность, точнее распределение точностей, в которых мы уверены, когда мы говорим, окей, наша модель на этих данных, на разных кросс-валидациях, на разных метриках получила адекватный перформанс, например, точность 52% прогнозирована. Давайте-ка прогоним бэктест. Я вам скажу больше. Да, там, самый грустный момент вообще. Если бэктест не сработал, мы возвращаемся в самое начало и работаем с данными. Мы работаем с данными, снова делаем всякие препроцессинги, дифференчейшн, придумываем новые фичи, партии новых фичи, работаем с ними и линейными регрессиями, а то и вообще с простым матанализом. После этого мы обучаем модели, снова смотрим кросс-валидацию и так далее. И в конце только, когда мы уверены в этом, в анализе модели машинного обучения, мы снова прогоняем бэктест. Если бэктест снова нам не нравится по прибыльности, мы снова возвращаемся назад к данным. И это только так работает. Потому что если мы после бэктеста и вернемся к моделям, у нас есть риск того, что мы неправильно подготовили. Вот это, к сожалению, вот так вот. Тут иначе нельзя. И, ребят, я сегодня это покажу в коде. То есть у нас еще будет еще две практически будут прогоны. Сейчас мы увидим, что не так все просто. Давайте еще там, может, там один-два вопроса и запустим код вот с этими двумя вот изменениями. Мы сейчас возьмем и сделаем fraction differentiation и вот этот вот барьерный лейбелинг и посмотрим, как он работает. А мы на кроссфолидации в числе ЧМА, Р2, тощие для каждого фолда, потом просто в числе минусе фолд и скоре по фолдам может быть, это шлены STD. Вот STD – это есть тварист. Если у тебя ты видишь, что у тебя бешеные STD, это говоря о том, что у тебя модель, значит, твои данные, значит, твои фичи, это в чем-то, говоришь, что твои фичи работают по-разному, значит, в будущем твои фичи неприятно как себя поведет. То есть, опять же, это один из параметров доверия к своей модели. То есть, тебе может быть, в среднем, это 55% точности, но это 55% в разбросе от 30 до 80%. То есть, на каком-то фолде ты жестко заверфитился, а на каком-то фолде твои фичи ничего не описали. Да, да, вот тут как бы это, мы смотрим, не то камень, но еще не пиде. Это так есть. Давайте еще там трошки питания. Бо тема, вот зараз, важливая мова, мы зараз, по сути, закапаемося ось у суть взагалі-то финансового моделювання. Вот это вот мы сейчас видим прямо саму соль. Вот это вот главное отличие от всего компьютер-вижена, NLP, кредитных скорингов, кластеризации клиентов, прогнозирование временных рядов, не знаю, там, продажи в Walmart каком-то и так далее. Вот это главные отличия. Потому что в Walmart есть четкие, понятные сезоналити. Когда вы продаете, не знаю, там, прогнозируете временной ряд, как будто продаваться игрушка лего, там все понятно. Да, там могут быть выборы, там могут быть праздники и так далее, но в целом там все понятно. Вы не увидите в графике там цены лего или цены молока вот такого, вот такого там нет. Да, там есть элемент цараптичности, но в целом там есть тренды, там есть сезональность, там другая суть данных, другая природа. А в финансах мы видим вот такое. Поэтому, кстати, для прогнозирования цен на молоко, на мясо, на оле и так далее придумали модели сезональности, придумали модели сетерима и так далее. А в финансах и в трейдинге почему-то используются системы статистических дифференциальных уравнений. Интересно, почему это? Наверное, неспроста. Наверное, неспроста, когда, ну, вот, собственно, давайте еще один вопрос и запустим код. Или если вопросов нет, то ставим плюсики и запускаем код. Если то, как вы моделировались на середнем значении по фолдах, то 3, например, это сет для предложенных выбор пищи на выбор такой модели контернован на всех доступных данных. Правильно? Ну, вот тут, на самом деле, отмертительный стандартный пайплайн. Конечно, у тебя, да, у тебя, например, в нашем случае мы выбрали бы с 2000-2015, разбили по фолдам, например, по годам, посчитали на этом какую-то точность, ну, точность в плане машинного обучения. Например, нас это устроило, и потом с 15-го по 20-й год мы делаем бэктест. Если бэктест нас тоже устраивает в плане прибыльности и так далее, то мы говорим, что, наверное, вот эти данные действительно с помощью этой модели наверное действительно адекватно описывают данные еще и как-то как в будущем. То есть там, вот там. Так, давайте запустим код. Самое интересное, посмотреть, ну, поможет это или нет. Смотрите, сейчас не будем сильно вникать в код, это все из репозиторий. То есть рутины для вот этого трипл-барьера есть вот тут вот. Можете потом там по деталям разобраться, все это тут есть. Поэтому мы тут в ноутбуке это сейчас будем просто применять, как оно работает. Сейчас я пройдусь по коду, покажу все в целом код по структуре. Вот тут я сначала покажу, как мы будем выбирать собственно степень для fractional with compensation. То есть, опять же, когда мы хотим сделать стационарность временного ряда, но дробную, мы должны правильно подобрать эту дробь. Поэтому мы сейчас тоже посмотрим, как это сделать. После этого, видите, я тут этот сет уже выбираю свой take profit и stop loss и говорю, я хочу брать хотя бы по одному проценту и терять не более одного процента. Видите, тут ты считаешь там свой трипл-барьер и так далее, и так далее, и так далее. Ну, пора вспомогать им их вещей, чтобы потом наш все бэк-тест посчитать, но я хочу что-то там дополнительно. И моделики, как видите, буду использовать там чуть более стандартно. Мы к этому сейчас подойдем. Давайте посчитаем для начала этот наш степень для дифференциации. В принципе, эти цифры вы уже видели, я просто вывожу еще раз. Видите, это наша ADF, статистика ADF, это augmented дикий fuller test, тест на стационарность временного бренда. Для обычного временного ряда, для дифференцированного степенью один временного ряда. Я что хочу сделать, я хочу сейчас прогнать, понять трейдов. Я хочу сохранить максимальную корреляцию между дифференцированным рядом и оригинальным. С другой стороны, я хочу, чтобы мой дикий fuller test был как можно меньше. Я хочу прогнать значения, по сути, от 0.1 до 1, с шагом 0.1 в цикле. Я буду записывать значения корреляции и ADF теста. И последовательно мы выберем оптимальный. Будем смотреть еще на наш уровень достоверности. То есть мы понимаем, что мы будем достоверны на 95%, что ряд стационарный, мы должны получить значение меньше, чем минус 2.86. То есть, например, тут значение минус 10. Да, оно сильно меньше, чем любое. То есть вот этот ряд, дифф, он на 99,99% достоверно, что это стационарный. А другие, сейчас мы посмотрим, насколько. Сейчас мы это посчитаем. Да, небольшой спойлер, значение должно быть там 0.7, но сейчас мы это увидим по-настоящему. Значит, посчитается. Тоже занимает какое-то время. вот, вот, D — это степень, значение D в статистике. То есть мы видим, если мы возьмем корреляцию, это корреляция с раздраженным рядом. Вот. Посмотрите, если D — 0.1, это значит, что мы практически не дифференцируем ряд вообще. корреляция с оригинальным рядом, ну, 99%, очевидно, это практически оригинальный временной ряд. Но D — статистика 1,58. А мы хотели бы, чтобы был каток меньше, чем вот минус 2, 8,6. Поэтому мы смотрим, и вот, на консвенции 0.7, где корреляция 60%, что, в принципе, неплохо. Мы сохраняем 60% информации оригинального ряда. Это очень хорошо. И по ADF-тесту мы на 95% достоверно, что это стационарный временной ряд. Поэтому я вот тут выбираю значение 0.7. И мой временной ряд, по крайней мере, собственно, цены за кстати становятся вот такими. Я вот это вот высчитаю, вот, sorry, вот это вот мой временной ряд. И теперь я хочу именно из этого временного ряда посчитать какие-то фичи. Видите, я хочу теперь посчитать статистические фичи, скользящие средние, скользящие стандартное слонение, скользящий коэффициент эксцесса и чё-то скюнесс и куртозис. Не знаю, как это просто. Эксцесс и, не знаю, скюнесс и куртозис. Вот. Я считаю тут и считаю коэффициент автокорреляции ряда самим собой. Это вот мои дополнительные фичи, которые я уже считаю из нормализированного временного ряда. Я буду их использовать. В конце, смотрите, видите, я выберу фичер колонс с префиксом фит, поэтому данные будут учиться начнем. На вот этих фичах из стационарного нашего уже временного ряда мы отбросим сейчас эти цены, потому что цены, мы знаем, что это все наслеченные и мы оставим наши все фундаментальные фичи, отчетных сентиментов. Главное, что мы разобрались в принципе с этой ценой дуракской. Выкинем этот мы оставим. Вот это по-хорошему надо обработать, им это обработаем. Тут явно не стационар за временем. Это тоже надо обработать, мы с этим поработаем. Но это можно оставить. А вот наш фичи, которые мы только что добавили. Но по тестам царного временного ряда. И еще одно изменение. Так как мы теперь знаем, что этот временной ряда хранит себе паттерны и память, я да давайте это окей, давайте это хорошо, наверное вопросы есть. Встреча на входе пропущены дальние цельности, патрили, интерполеваты, мы просто выйдем. Ничего страшного, там их очень мало, на самом деле. Еще один момент. Я сейчас буду брать входные фичи, я на самом деле сейчас не буду брать окно, вот это окно уже не валит. Я учитываю то, что сейчас вот эти фичи мои, из этого ряда в нем уже есть память, я буду брать просто значение фичи в конкретный день. почему я уже имею право это брать, потому что вот дифференциация память. Раньше этого не мог брать, потому что вот вот эта штука она память я не могу тут взять просто вот это значение 0,12 я эту штуку не могу взять, она все ничего не хранит. Я должен был брать окно, чтобы посчитать какие-то паттерны. Но вот тут я уже могу взять, потому что это значение уже высчитано на основе предыдущих значений с паттерня, поэтому я имею право брать этот цит. Поэтому этот я буду брать на стой уже одного дня, но в нем будет память с других значений. И прогнозировать я буду горизонтно 7 дней вперед, но эти 7 дней вперед будут вычислены по этому принципу, где верхний и нижний барьер это плюс-минус 1% изменения цены. Вот это будет вермой датасет. И сейчас еще парочка интересных моментов посмотрим, ребята, тоже будет касаться смоделирования еще. Я сейчас обучу на этих фичах и на этих метриках два алгоритма. Один алгоритм это обыкновенный градиентный бустинг. В принципе это можно говорить, что нейронки работают плохо и так далее. Градиентный бустинг это такая стандартная практика на всех соревнованиях и так далее. У нас это тоже не совсем временные ряды, мы так берем значение в один день. Градиентный бустинг это декладный выбор. Я прогоняю это градиентный бустинг 50 раз. Почему? Потому что он работает по разному цилизациям, по разному сэпли данные, поэтому внутри алгоритма я хочу посмотреть распределение работы этого бустинга. если хочу понять то сэпли по такому хочу посмотреть как в среднем он работает и в среднем какая точность. Я хочу считать единственную метрику, поэтому выбираю метит корреляция коэффициент я покажу один фокус который мы обсудим если у нас будет время если нет мы это ставим на домашнее задание что такое градиентный бустинг это бустинг деревьев очень простых decision 3 где сначала обучаются на одной маленькой подвыборке один decision 3 он скорее всего работает плохо потом интерактивно мы обучаем еще один decision 3 который должен исправлять ошибки предыдущего таким интерактивным интерактивным бустим нашей decision 3 получая хороший модель и это нормальная схема это индустриальная практика используя градиентный бустинг я предлагаю использовать еще другую технику она называется бэггинг логистических регрессий бэггинг он работает чуть-чуть иначе бэггинг это когда мы берем точно так же подвыборки но параллельно на тех подвыборках мы пообучаем вот по одному алгоритму а потом например делаем усреднение этих результатов то есть бустинг это итеративное улучшение по подвыборкам а бэггинг это усреднение результатов по подвыборкам я буду использовать более простой алгоритм то есть тут бустинг деревьев а тут бэггинг ну ричко сифайра это логистическая регресс регуляризация ричко это но тут все заразумимо и давайте посмотрим что получится сейчас магия правда то есть на бустинге деревьев было минус 0.06 а на бэггинге регрессии 0.05 и вот тут включается момент моделирования то есть мы сначала поработали над данным убедились что все окей вот только сейчас после вот этого все что мы сделали мы доверяем данным и сейчас мы зафиксировали наш текущий припроцессе и занимаемся переборами алгоритма заметьте я только сейчас начал этим заниматься я объясню чуть позже если будет время в чем логика бэггинга линейных моделей вместе бустинга деревьев моделей но вот по процессу вот исследования ресерча вот только сейчас мы имеем право заниматься перебором нейронах нейронах гиперпарамет и так далее и в принципе вот этой модели я наверное доверяю даже по распределению там от почти от 0.03 до 0.10 в принципе по всем прогонам оно у меня позитивно давайте теперь прогоним прогоним тоже наш псевдо бэктест предлагаю прогнать два варианта бэктеста первый бэктест это нам наш классификатор он ну сам знаете что там колернее и так далее выделить вероятность обычным это вероятность вверх-вниз превращаем по трешу до 0.5 выше чем 0.5 плюс единица меньше чем 0.5 единица давайте прогоним такой псевдо бэктест когда если значение меньше чем 0.5 мы продаем идем в шорт минус единица если мы больше чем 0.5 мы идем в плюс единица это фиксированная остатка видите какой хороший момент даже при хорошей модели которой мы доверяем статистически при хороших данных бэктест может быть плохой по-хорошему по-хорошему вот тут мы сейчас уже имеем право заниматься стратегией почему потому что мы поработали с данными мы им доверяем мы статистически доверяем модели и поэтому сейчас я имею право коверять бэктест я как из моей презентации я теперь вот как вот тут стратегист я имею полное моральное право естественно заниматься я хочу пробовать другую логику делания ставок так моя модель может не возвращать еще и вероятность моего прогноза я хочу делать ставку на основе вероятности то есть если модель говорит минус 0.99 то я поставлю на 0.99 своих денег ставку если моя модель на ставку вверх если модель говорит на 0 сори нет я поставлю 0.99 я поставлю да соответственно я хочу делать ставку на основе вероятности то есть если модель уверена 51% я поставлю не 100 как я поставил бы тут а 51 и вот так вот уже да мы не бьем бенчмар но этому хотя бы можно доверять видите статистически то есть это там вот разные прогоноподели разные предсказания и в принципе мы действительно вот этому результату просто можем доверять опять же казалось бы можем доверять что вообще вот об этом думаете вот получили такие результаты на самом деле вот это уже вот ребят вот это то что мы сейчас сделали это лучше чем наверное 90% всего что видите в блогах в интернете и так далее даже в научных статьях я вам скажу вот этот бейтлайн если его показывать каким-то адекватным менеджером адекватным и так далее вот тут уже можно отвечать на каверсный вопрос какое стандартное отклонение по моделям покажите ваше восприятие по бэктесту и так далее фичам можно доверять уже и так далее но я хочу вам сказать что тут если все еще есть ошибки и вот вопрос к вам что вам нравится не нравится в чем могут быть еще проблемы все идеально ну да раньше было так так первое так если меньше 05 тогда скупируешь и давайте посмотрим и тоже может ошибиться так нет смотри мы проходим вот по цикле проходим по вероятности раньше мы брали как если значение там меньше чем 05 значит не ровно говорит что она пойдет вниз мы шортим ну условно на 100% в нашей ставке то есть опять же это псевдо бактест мы идем в шорт на 100% по сути если опять же как же бактест считается видите если цена пошла вниз и мы предсказали отрицательное значение мы отрицательное изменение цены умножаем на отрицательный наш прогноз вот тут собственно получаем нашу прибыль потому что цена пошла вниз мы предсказали вниз и это наша там прибыль То же самое, если цена пошла вверх, изменение позитивное цены, и вот тут мы умножаем на позитивное изменение прогноза, тоже тут идет как бы прибыль. А вот тут, видите, вместо 1 и 0 я ставлю вероятность. То есть если мы предсказали там, например, ну вот, да. А, кстати, да, это допустило ошибку на самом деле. Да, это не совсем правильно. Вот тут у меня есть ошибочка. Кто скажет, какая ошибочка? Да, 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 ну что-то типа да. Да, вот это вот надо будет сделать, да. Ну, сделайте, дома увидите, что будет. Ну, явно будет лучше, чем вот этого. Потому что тут мы по факту там некоторые шерсты не учили. Да, тут я ошибся. Я на самом деле не знаю, как сам изразумел, что нашим данным можно доверять и можно рухать издали. Буквариация 0.5. Скажем так, доверие данным не просто пошла корреляция. Потому что мы получили, взяли самую простую модель, которая только может быть, пускай с баггингом. Баггинг, то есть мы насэмплили из нашего изначального сета разных ситуаций и получили распределение, где по любым подвыборкам, которые мы насэмплили, у нас вот этот Matius Correlation Coefficient хотя бы положительный. То есть это нам дает хотя бы какую-то минимальную оценку того, что, ну, понятно, все это относительно. Мы взяли там маленький дезасет и так далее, и так далее. Но в целом по этому, вот эта картинка говорит о том, что по разным подвыборкам у нас всегда положительная вероятность прогноза, ну, положительный этот вот Matius Correlation Coefficient. Можно, опять же, вот это ты сейчас делаешь работу стратегиста. То есть вот этот вот человек берет модельку и начинает ее крутить-вертеть. Вот то, что я тут ошибся, вот этот вот стратегист, он вот тут сядет и крутит, мутит, считает стресс-тесты, стимулирует статистические процессы. А что, если так, и что, если так? Вот тут чувак сидит и крутит. Да, да. Вот тут можно много чего делать, на самом деле. Но на самом деле, ребят, не странно, что мы получили какую-то хорошую картинку. Это наша там практика номер три. У нас, давайте еще раз там посмотрим. У нас тут еще есть очень много ошибок. Во-первых, ребят, ну, не знаю, почему мне никто об этом не сказал, об этом надо было сказать. Мы вообще не сделали exploratory анализ нашего датасета. То есть я как бы сказал, типа, да, мы доверяем данным, смотрите, мы сделали fraction differentiation, все хорошо, статистически вот у нас все стациональные временные ряды. Мы вообще не проверили, там, не посчитали каких-то корреляций, ничего такого. Я более-то скажу, что там корреляции финансовых данных, они не показывают зависимости, потому что корреляция – это линейная зависимость, а финансовые переменные, скорее всего, это как-то по-сложному зависимость. Но мы не сделали даже элементарной идеей. Ну, вообще не проверили. А в это время мы могли вскрыть какие-то проблемы с данными. Во-вторых, ну, как мы делали датасет? Посмотрите на это. Мы тут походим в цикле, берем какую-то фичу. Фича, которая зависит по нашим фракшилдик, конечно, предыдущих значений. Потом сдвигаем на один. У нас, на самом деле, все наши примеры в этой выборке независимы друг от друга. В машинном обучении вообще есть такая гипотеза, что все, ну, вообще-то там ключевая гипотеза алгоритма статистического обучения. Данные выборки должны быть распределены independently, identically distributed данные. Независимые. Независимые данные, одинаково распределенные. У нас данные всезависимые. У нас каждая эта точка сильно зависит от предыдущей. Мы вообще с этим никак не поработали. Валидация. Ну, никакой кросс-валидацией мы почему-то тут не занимались. Вот то, что я тебе показал, это не кросс-валидация. Это один и тот же, одна и та же выборка аутовтенку, но это там разные, там, багин, это разные мешки вот этого багинга. Это не кросс-валидация. Самое интересное, ребят, для самого начала воркшопа в этом датасете были 5 фичей, я их специально добавил, специально об этом не говорил, 5 фичей, которые абсолютно случайны. То есть в этом датасете все это время были случайные фичи. Тоже хороший момент. Почему? Идеи мы, конечно же, никакой не делали, правда? Можно и так сделать. Бэк-тестинг. Ну, скажем так, да, на практике народ бэк-тестит по историческим данным. На самом деле это неправильно, потому что вот эти все исторические данные это, на самом деле, кусочки вот этого статистического процесса. По-хорошему мы должны, опять же, аналитически, математически понять, какой семье финансового процесса принадлежит вот это наше, вот это наш временной реальность. Потому что, например, ну, есть там, скажем так, известные факты, что, например, вот у нас есть вот Минервертин, вот эта вот справа модель. В самом деле она очень хорошо описывает процентные ставки. Вот эта модель, она описывает ставки. Например, вот эта вот модель слева тут, статистическая волатильность, она описывает, например, индексы волатильности как в X. И ты не будешь применять вот там какой-то Мертон-Джабл-Диффужин-модел, к ставкам, потому что процентная ставка у таких стачков практически не бывает. Их вероятность очень мала. Поэтому мы должны понять вот эту математическую модель, откалибровать ее и нацеплить разных случаев проведения вот этого твоего финансового инструмента, которым ты торгуешь, и на основе этого делать бэктест. Что там у нас дальше? Какие-то еще ошибочки мы сделали? Правобилистик интерпретейшн. Ну, опять же, с этим можно еще поработать, мы все сделали, пробилистик интерпретейшн. То есть мы, конечно, посчитали, что происходит в разных бэгах, но тут тоже можно в куку уже закопаться. Ну, и мы вообще не поискали гиперпараметры. Я предлагаю сейчас сделать еще один этап, финальный на сегодня, поискать вот эти фичерам портнень. Предлагаю поискать, где же все-таки наши вот эти рандом фичерс, и найдем их, и посмотрим, улучшится ли что-то, если мы их уберем. А после этого сделаем финальное обсуждение. У нас просто останется на минут 10-15, и мы вложимся в идеальный график. Я сразу перезапущу. И для фичерам портнень, опять же, давайте... Я не забыл фичерам портнень, сейчас надо прогониться. Не хочу сейчас прям очень сильно глубоко обнякать. Я думаю, там вы знаете про библиотеку Shad, которая высчитывает значимость фичей. Не будем никакать, как она работает сейчас. Есть разные способы, разные библиотеки, и разные сложности как это делать. Давайте просто пока примем на правду то, что можем зафитить в рандом форест. Из этого рандом фореста вытащить информацию, какая фича важна для прогноза, какая не фича. Давайте пока упрощаем ситуацию. Просто не хватит мне, что другое время не начало. Сейчас мы это прогоним. И вот тут выведем, какие фичи важны, где они, фичи не важны. Опять же, на самом деле, там открою тоже секрет. Даже этот фичер импортненс надо по-хорошему считать на кросс-валидацию. То есть, видите, мы сейчас считаем фичер импортненс, инсэмпл, вот видите, все по экстрейну, что на самом деле тоже неправильно. Но опустим пока что. Ну, как видим, что у нас самые ненужные фичи. К10 файли, сентимент, фундаментал, дивиденды, автокорреляция, фундаментал. Ну, алгоритм абсолютно прав. Фундаментал 1, фундаментал 2, дивиденд, сентимент и К10. Эти фичи я тупо насэмпливал из случайных распределений. Ниоткуда я их не брал. Я их выдумал абсолютно случайно. И, в принципе, алгоритм их действительно всех закинул вниз списка. Что, в принципе, правильно. И если, например, мы не будем делать глубокий анализ фичей, а просто возьмем топ-10, мы видим, что одна плохая фича попала в эти топ-10, но одна плохая фича – это лучше, чем пять плохих фичей. Поэтому давайте посмотрим сейчас, как на таких фичах отработает наш рич-классифир. Улучшится ли его теперь точность. То есть, если точность улучшится, а она улучшилась, было 0.05 и стало 0.06, то действительно фичер импорт сделать важно. Потому что это тоже и прибавляется в точности модели, и добавляется в уровне доверия. Потому что мы выкинули перед моделированием, мы сделали еще один заключительный этап работы с данными. Мы вообще проверили, а где он вкус мусор, не мусор. Ну вот как-то так. А вот тут вы дома исправите и покажете, что происходит потом. Давайте побыстреньку мы сейчас забьем слайдом. У меня еще есть парочка заключительных моментов. Собственно, да, вот это я хотел показать, что надо делать фичер импорт. Вот мы сделали практику номер 4. Это домашка. В презентации все есть, потом посмотрите. Хотел пару слов буквально добавить, что в целом, в принципе, вот то, что мы сделали, какие-то бейслайны, можно закапываться глубже, но в целом, как бы, финансово есть еще такие там тренды по ресерче. То есть, в принципе, открытые вопросы. Это стимуляции, чтобы вместо бэк-тестов стимулировать разную оживленность ситуации. То есть, тем же коронавирусом, опытный инвестор, они по-хорошему пытаются, когда сделать, там, вот, кейс, а что, если будет вирус? Мы собирали данные из прошлых эпидемий, посмотрели корреляции, смоделировали финансовый процесс, насэмплили. Ага, мое машинное обучение поведет в себя так-то, если новый вирус. Записали, какую-то заглушку поставили, что если такая ситуация действует так, то все. По инвестор-менеджменту есть такой тренд сейчас, что когда мы хотим наш капитал разместить по разным аксетам, в принципе, обычно просто как-то пытаемся оптимизировать, там, максимизировать какую-то метрику. Сейчас, кстати, на популярном такой тренде, максимизировать не метрику, а максимизировать вероятность в достижении какой-то цели. Впрочем, цель может быть такая, что инвестор хочет заработать себе, условно, на яхту. Он не хочет себе просто максимизировать свой капитал, заработать на яхту. Как это так оптимизировать эти вещи? Вот то, что мы сейчас делали по фичер-импортам, это помогает очень хорошо понять реальную структуру рынка. И поэтому вот это тоже такой тренд, с помощью разных, можно сказать, даже супервайзментов, супервайзментов, выучивающих структуру рынка. Нахождение разных режимов на высокой низкой платильности, все еще открытый вопрос, все еще это не делается нормально. И анализ альтернативных данных. То есть вот то, что я там все уже добавил случайные данные, на самом деле их надо находить, искать, находить, добавлять и с помощью фичер-импортам понимать, эти альтернативные данные вообще там нужны или не нужны. Что изучать дома, если тема интересная, тема финансов и в целом такие вот, скажем так, датчики со звездочкой. Для начала, если вот кому-то весь этот материал показался прям супер-супер сложным, вот это вот три материала. Quantopian – это ресурс вообще для соревнований по своим стратегиям, но там есть хороший обучающий материал, очень всем советую вообще для начала. Статистика, панды, в целом интро, там всякие вот такие вещи типа автокорреляция, стационарность и тому подобное. Есть эти две книжки. Я их покупал, они неправильные, с точки зрения машинного обучения, но их можно понабивать в руку. То есть это если вы совсем новичок, вот это вот хорошо. То есть те, кто вот ребята писали в этом Data Engineer или Web Разработка, вот это можно начинать смело, это хороший инкут. Только вот на этом не специалист, я считаю, надо немножко начать никак финансовую математику. И вот Ивс Хилпиш, вот такой дядь, он, кстати, выступал в Украине пару лет назад на Open Data Science конференции. Я считаю, у него реально хорошие книги именно по финансовой математике. Вот первые две. Первая – это про в целом как в Пайтоне моделировать психотетические процессы, статистика, оценивать опционы и так далее. У него есть еще книжка конкретно по финансовым инструментам, и она очень хорошая. Я там ей пользуюсь, когда свой бизнес, ее диплом писал, советую. И в целом закопаться там статистики матан это не помешает. Вот хотя бы там такой книжечка справа. После этого надо переходить к тому, чем мы занимались сегодня. Собственно, книжка слева – это то, из чего взято процентов 80 материалов сегодня. Все эти фишки с fraction differentiation, с этими там лейблингами, ну, подобное – это все оттуда. И вот на Курсерис хороший курс от одного вот дядьки Ивер Халтерин. У него такой более философский курс, тоже большой упор на математику, он связывает вообще финансы с квантовой физикой. То есть курс очень интересный, когда вы уже там продвинулись по математике, по машинному обучению. Интересно там немножко уже там пофилософствовать, покопаться в reinforcement learning, в оптимальной контроле, а как выучить на невидимую руку рынка с помощью inverse reinforcement learning. Вот это вот у него на курсе. Но, честно, вот без этой базы я бы туда не рыбал. Ну, очень сложно. И кому интересно поучаствовать в соревнованиях, именно настоящих, вот номера и можно туда поставить, как опасно. В целом, это то, что хотел сегодня показать я и предлагаю вот оставшиеся на 10.15 пообсуждать. Я готов сейчас сидеть там до упора все это разговаривать. Так, как влияют на точность внешние сигналы? Ну, вот у меня есть клиент, у меня, у моей компании из Испании, они по крипте собирают больше сотни источников радиоинтернативных данных. Из них процентов 40 очень сильно влияют. Если использовать модели с этими данными, ну, строить модели с этими данными и без этих данных, то в крипте оно работает, но дает хороший буст. Но эти ребята, они там закопались, у них там инженерный собирает больше сотни источников. Это работает. У курса низкий рейтинг, не только из-за сложности, там очень плохо организованы практически туда занятия. То есть, если вы хотите его проходить типа на сертификат, не советую, там плохо построены домашки. Но домашки сидят просто для себя локально, а курс проходить там по теории и по, ну, для себя супер полезно. Я, там, этого Халперина там еще книга выходит через форумис. Я книгу тоже буду покупать, как и все эти предыдущие книги, потому что, ну, Халперин крутой спец. Вот. Икище питание. Ну, как сказать, мы просто лучше приготовили данные, но, а разве вы видели где-то в других задачах вот такую подготовку данных? Такое происходит в компьютер-вижене? Происходит ли такое в NLP? Происходит ли такое там табличные данные? Настолько-то как? На самом деле проблема... Ну, я вам показал, что мы прогнали вот первые наши вот эти три ноутбука. Они были абсолютно правильной точки зрения машинного обучения, но получали абсолютно неправильные результаты. Мы лучше приготовили данные. Мы, ну, не забывай момент с бэггингом и бустингом. Почему-то градиент на бутылке деревьев не сработал, а бэггинг линейных регрессий сработал тоже почему-то. На самом деле, вот много из них нет. Вот feature importance. Казалось бы, мы получали там позитивные результаты на абсолютно случайных данных. А как это бы сработало на практике? Проблем очень много. Проблем из-за случайностей, они прикрывают, ну, я считаю, это вообще отдельная дисциплина. Процесс работы вообще другой. Процесс подготовки продукта, который так или иначе работает с финансовыми рынками, ну, он намного сложнее, намного глубже, чем процесс выкатки, распознавания, там, лиц, котиков, не знаю, распознавания чего угодно. Сентимент на разность текста, нерв текста, оценка кредитного ускоринга. Ну, как по мне, процесс очень сильно отличается. Он намного глубже, он намного более широкий. И, как на меня, проблема в том, что довольно важный, что уценивает результат. По данным счастливым рядам они даже колываются значения. Сентябрь, что проблема, просто варто это враховывать. И, конечно, надо учитывать, и, собственно, поэтому мы высчитываем разные фичи из временного ряда. Поэтому мы должны использовать не только временный ряд, а, например, какие-то альтернативные данные и тому подобное. Вот эти вот колывания, на самом деле, на этих колываниях, собственно, люди зарабатывают деньги. Поэтому их надо учитывать, но это как бы неотъемлемая часть, скажем так. Это, оно просто есть. И поэтому мы должны вот как-то вот читать фичи, придумывать фичи, считать фичи, потом переверять их импортам. Установить такие рынки более предсказуемые. Акции, крипто, индексы, банды. Ну, тернки, которые более предсказуемые, на них, соответственно, ты можешь сделать меньше денег. То есть, ну, банды, наверное, более предсказуемые. Индексы тоже, конечно. Да, индексы вообще-то. Но все эти индексы, кому-то предсказать, значит, ты не войдешь в такую сделку, которая даст тебе спекулятивные. То есть, ну, банды, это, ну, банды. По поводу фрактальной, там, теории фрактального рынка и так далее. Я не эксперт в, скажем так, в техническом анализе. Я неплохо понимаю финансовую математику, то есть, на всякие статистические, дифференциальные равнения, эконометрика и тому подобное. Я неплохо понимаю машинное обучение. И я, как бы, работаю на пересечении этого. Я понимаю теорию финансовой математики, понимаю машинное обучение. Для меня технический анализ это немножко гадание начальной души. Технический анализ, когда вы берете элемент, ну, собственно, реализацию статистического дифференциального равнения, пытаетесь с него применить какую-то формулу, я считаю, это немножко такая алхимия. Я этим не занимаюсь, я в этом не разберусь. Поэтому я не знаю, какие подводные там. по мне это непонятные мне походы, скажем так. Если так еще немножко подразумировать, мне как бы хотелось бы, чтобы... Вот, ребят, те, кто там вот сколько сейчас существует людей? Понятно, сколько людей. В общем, сколько нас тут не было. Я делаю какой-то вывод на основе того, 26 финансовое машинное обучение, оно как бы сложно, но в нем есть фишки, которые можно использовать в обычном машинном обучении. то есть, вот, даже мы сегодня поработали просто с input-output-ами, на самом деле, теперь вы можете кого-то догадываться, что можно классно работать с компьютер-вижн, и сколько все можно прогнозировать на основе одной картинки. и как вот банально там поменяв какой-то лосс, вы можете сильно улучшить, собственно, работу, там, когда у вас будет. Я просто хочу там детектировать объекты, но там, меняя лосс, меняя постановку, вы можете сильно улучшить результат. И вот в финансах это там вот видно очень сильно, и это можете поменять к разным другим задачам. То же самое там по подготовке данных, это банально тот же feature import, это, ну, это, техника очень важная. И техника там валидации данных тоже важна. То есть вот финансы они хороши, интересны тем, что это, ну, самое сложное машинное обучение, которое только может быть. Но нет ничего сложнее по факту. И поэтому насколько глубоко люди там закапываются, и эти идеи можно брать, использовать, эти идеи будут давать вам наиболее, ну, более такой типа edge при работе с конкурентом. То есть даже когда вы просто делаете какой-то object detection, и вы там знаете, что там при этом финансово, люди бэктестят по сценариям, например. То есть вы не просто берете out of sample выборка, вы проверяете, вы симулируете сценарий. Вы уже понимаете, что когда вы там делаете систему распространения лиц, вам не просто нужно там 20% выборки для теста, вы симулируете сценарий. А что, если человек проведется так, а такие-то расы, такие-то возраста, а усы, а там, не знаю, а мейкап у девушек и так далее, а разные погодные условия, а если это клоун, а если это фотка, и вы уже мысли с точки зрения сценария. И хочу сказать, что это очень помогает в работе с клиентами, то есть у меня там у нас в компании есть и заказы компьютер-вижн и так далее. И когда мы клиентам по фейс-рекомейшену приходим со сценариями, а они привыкли к тому, что им другие аутсорсеры говорят, ну, типа, ну, мы вам нейронку бы учим 20% на тест и точно 90%. А мы выкатываем сценарии тестов, ну, как бы это, вы понимаете, как это выглядит у вас от клиента, это выглядит как профессионализм. А там, еще три года назад я бы так никогда бы этого не делал и не делал бы, если бы не занимался фейс-рекомейшеном. Потом это очень интересная область и из нее можно брать идеи и в целом целых фреймворки для других задач. Поэтому я как бы понимаю, что не все, кто тут сейчас на форкшопе будут там сейчас работать в фэтш-фондах и так далее, но надеюсь, что вот подходы, фишки вы интересно нашли и сможете их использовать в своем работе тоже. Вот это вот, я надеюсь, что как минимум такой аут этих двух часов у вас есть. Внимание. Все, я там молчу, слушаю вопросы, отвечаю. спасибо, что пришли, я рад, что несмотря на всякие там коронавирусы и прочее, нашли время, желание, надеюсь, что действительно было интересно. Спасибо, Саша, очень классный доклад, реально очень позитивных, много отзывов. Да, было тоже сигналы, Да, будь ласка. Так, работа с сигналами сердца, еще и с опросом. Сигналами сердца, конечно, проще, но что такое сигнал сердца? Это известный тем сигнал, который всегда один и тот же, все болезни изучены и, ну, что стоит делать? Просто надо собирать датасет и обучить, да. То есть там временные ряды всегда стационарные, паттерные всегда кешатся. То есть это как компьютер-вижн, только на временных рядах. Хотя, например, вот там вот мы поработали, сделали вот именно вот стресс-тестинг там был. А что, если это там человек в таком состоянии, что если там сухая кожа? Ну, там вот, как раз вот тоже, там идея именно со стресс-тестами, она зашла. И когда мы там показывали продукцию с инвесторами, там технически в обе-дилегенсе, это, ну, была показана экспертиза. Тоже, значит, это ложь, и я там тогда начинал заниматься своими финансами, я понимал, как тестировать. И вот там инженеры, которые смотрели, мы им показали не просто там confusion matrix, а стресс-тесты. Это типа, вау, ребята закопались, ребята типа делают. Вот. Поэтому полезный образ. Да, вам спасибо. Спасибо, что пришли. Я, в принципе, тут еще на связи, поэтому, если вопросы, спрашивайте. Если нет, там, в фейсбуке меня, думаю, найдете, или там, где-то еще. Ну, в принципе, я тут сижу, я готов отвечать, не знаю, какие дальше планы. Саша, можешь пока закончить запись на стоп поставить, чтобы у нас стало рендериться? Да, могу, 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 могу. Так, я это сделал. Так. Так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...